Всем привет, вы как всегда на канале Семян и Чемоданах, с вами я Славян, мы проснулись, сейчас быстренько собираемся и отправляемся в Анталию. Зачем нам снова ехать в Анталию? Давайте быстренько вам расскажу. Мы подавались на ВНЖ, внимание, еще нахрен, в октябре, в середине октября. 27 декабря у нас было рандеву, а 26 декабря велись новые правила с анкетами. Вот, собственно, мы подались, у нас все приняли, все хорошо, но недавно, на днях, нам пришло уведомление, что вам нужно донести какие-то документы. Мы звонили в этот ФГОЧ, узнавали что. Короче, не буду долго рассказывать, посмотрите вот этот вот видеоролик, там подробнее все рассказали. Сегодня едем, решили мы не тянуть, заполнить эту анкету, откажут-откажут, не откажут-не откажут, дальше будем думать, что делать. В общем, досматривайте выпуск до конца, сегодня еще куда-нибудь обязательно съездим в интересное место, тем более у нас сегодня с Настенкой гадовщина. Сколько мы лет вместе уже? 8 лет в официальном браке. 8 лет, представляете? Официального брака, 8 лет, 16 января 2015 года мы там расписались. Вот фотка. А еще больше эксклюзивной информации у нас теперь будет в группе во ВКонтакте по ссылочке. И этот материал будет доступен только по подписке. Подробности все там. Ставьте лайки, пишите свои комментарии. Погнали в новый выпуск. Я хочу сделать сразу небольшую пометочку. Ребятки, если вы человек-какашка, не надо у нас в комментариях устраивать какашечные бои. Какашечных людей мы сразу блокируем, потому что у нас канал про позитив, про классные эмоции. И какашечные люди нам точно не нужны в нашем пути. Так что не тратьте ни наше время, ни свое, пожалуйста. А то знаете, выпуск про ВНЖ, когда мы рассказывали, что мы походу попадаем по отказ, там столько вылезло какашечных людей. Просто они прям там радовались и ура, наконец-то, ес, вам всем откажут. Та-та-та-та-та, короче, там такая дичь развелась. Поэтому если вы какашечный человек, просто идите мимо. Нужно обязательно заехать на заправку. У нас прям заканчивается. Здесь сейчас бипишечка будет где-то. Заедем, зальем. Сейчас вам покажу, сколько стоит топлива. Здесь в последний раз было 22,63. А когда мы путешествовали по Турции, оно вообще стоило почти 28, представляете? То есть вообще дохрена. Вот она. Бипишляндия. 22,63 так же и стоит. Если платить наличными, то нужно заправщику давать деньги. Если платить по карте, то нужно идти в помещение. Мы по карте платим, поэтому пойдем. Мы когда тогда ездили в Анталию, снежных гор не было. Сейчас мы едем. Посмотрите, вон впереди снежные шапки. Посмотрите, как их много. Справа снежные шапки. И слева, если туда вдаль смотреть, там тоже высоченные горы и все в снегу. Сколько катаемся в Анталию, всегда удивляет вот такая вот дымка за окном. Смотрите, она просто круговая. Не знаю, с чем это связано. То ли люди печки дома топят, то ли что. Не пойму, но тут прям вот такой вот смог стоит. Вот сейчас еще ближе едем к снежным вершинам. Красотища, конечно. Снег это прям такое украшение этих гор, что без снега они смотрятся, конечно, лысенько. Вы только посмотрите на эту красоту. Вот это да! Снега выпало. Ого-го! Ну невероятно вообще. Мы заехали в Анталию. Здесь справа аэропорт. И впереди посмотрите, какая красота. Здесь в Анталии горы невероятно красивые. Они такие острые. У них какая-то форма прям необычная. И они сейчас все в снегу. Вот это да! Ну и все как мы любим. Вот это сочетание пальм. Ха-ха! Пальм и снега. Гляньте, как левенько. Вау! Осталось ехать 2 километра. Буквально 5-6 минут. И подъезжаем уже такое, знаете, легкое переживание, что ли, такое. Внутри проскакивает, потому что непонятно. Мы сейчас можем заполнить эту анкету. И нам сразу... И поедем домой собирать вещи. Либо наоборот скажут, что идите, ждите. Поедем продлевать квартиру. Мы приехали. Народу тьма. Парковка забита. Мирошка спит. Поэтому пойдем чисто с мальчишками сейчас сходим. Попробуем узнать. Обстановочка здесь такая. Показал, значит, на охране документы, смс, что нам приходило. И он пропустил. Двигаемся дальше уже туда, вовнутрь. Выдали такую анкету. Единственное, что мне не нравится, что они метку поставили какую-то. Пойдем, пойдем. Что, тебе лучше? Нам отчасти повезло, потому что все, я освободился. А очередь уже вот отсюда, смотрите, начинается. Просто жесть. Ладно, сейчас сяду в машину и расскажу. Ну что, дошел. У нас тут пока, видите, мы ходили с мальчишками. Мирошка проснулся. Я очень переживал, что люди, которые вот тут припарковались, мы им все так перегородили. И что будут звонить. Мы же без сим-карт. Настенка теперь без сим-карты. Вот. Все заканчивается. Короче, рассказываю. Далее этот же бланк, то есть ту же анкету, про которую все говорят. Это как бы получается отдельное подразделение. Ну, в том плане, что люди подают все документы на рандеву справа, а тебе нужно как бы идти влево, там, где снимают, вот эти пальчики катают. И мы пришли очень быстро. Прямо перед нами один человек буквально был. Он дает бланк. Вот что я изначально показал, меня смутило, что стоит в углу какая-то метка. Я не знаю, что это значит метка. И все, мы заполнили. Но после нас там было еще два человека. И женщины сидят и вообще не знают, что писать. Они его спрашивают, а что здесь-то писать? А он, типа, я по-русски не понимаю, типа, не знаю. Я так подозреваю, что люди, которые не понимают, что писать, им сразу отказ. Но как происходит отказ сразу, я не знаю, я не видел. И, скорее всего, он даже сам не смотрит. Люди ему просто заполняют, отдают. Он такой, окей, все, сэнку, типа, goodbye. И все, и мы уходим. Возможно, когда ты подаешь только документы вот на рандеву, заполняешь эту анкету, они же там проверяют все доки. И вот тогда, возможно, сразу падает отказ. Но у нас приняли. Поэтому будем ждать. Я его спросил, так же, типа, на сайте проверять онлайн. Говорит, да, ждите. Все, теперь ждать. Едем в сторону Алани, в сторону дома. И попали в пробку. Не знаю, что здесь, ДТП, не ДТП. Может быть, что-то здесь вот случилось из-за вот этого. А может быть, очередной трафик-контроль? Не, наверное, мне кажется, здесь прям ДТП какое-то. Да? А ты говоришь? А, блин, собаку забили. Ты говорил, где это? Не знаю, военные и собака. То ли их, то ли не их, непонятно. Ехали, мы ехали и решили в Серике все-таки остановиться покушать. Супец, а то ехать еще долго. Очень быстро принесли нам супчики. Суп, правда, здесь очень дорогой, 45 стоит. Лир, порция. Но тарелки большая. Да, мы думали, что набродывает подешевле, но увы. Ну ладно, что делать, кушать охота. Недавно на канале у нас вышел видеоролик, такой традиционный, который выходит раз в год. Это отзыв о владении машиной. Но конкретно сейчас именно у вот этой машины Multivan. Год прошел, я записал выпуск и там рассказал, что очень оно нам нравится из-за расхода. Потому что расход 8,5 литра, это вау. И там, короче, в комментариях начали эксперты опять подтягиваться. Да не может такого быть, минимум 10. Вот смотрите. Вот мы едем из Алании в Анталию, сейчас едем обратно в Аланию. Всю дорогу вот такой расход. Наверное, да, точно не может быть. Это бред. Все врем, вообще все врем. Мы приехали, заехали в магазин и решили приготовить домашние бургеры. Смотрите, как вкусно и высоко получилось. С нормальными татлетищами. Да, татлетищами, действительно. Татлети, вот так зажжмешь и кушаешь. Зажжмешь, окей. Ненормально, да? И все, да. Тебе, держи. Берем баночку Эфеса, закрываем холодильник. И идем на балкон. Погода сегодня просто пушка. У нас такой стол есть. Смотрите, море, виды. Виды ядовые. Красота. И можно что-нибудь отмечать. Что отмечать? Поездку в Анталию. Даже непонятно. Чем она закончится. Чин-чин. Вкусно. Когда наивно подумал, что сейчас покушаю спокойно, с солнышком, пивка попью. И тут появились они. Сладеи, папины, мои мешатели. Маленькие все понимают. Пришел, я говорю, неси свое мясо. Он пошел сходил и все принес. Молодец. Договорились с хозяином этой квартиры, что мы ему оплатим 15 дней еще. И там дальше будет видно, если нам одобрят в НЖ, то продлим. Добьем, как говорится, месяц. Ну, отлично, что хоть пошел навстречу, знаете, без всяких там, типа, неустоек. Понимающий. Понимающий, да. Вот, спасибо ему. Пришли к морю. Хоть так потрогать. Ой-ой-ой. Слушайте, холодная. Ну, как холодная. Вот если бы солнце сейчас вышло, я бы покупался. Но у нас, видите, уже куда-то оно там за облачка залетает. Бодрящая вода. Не холодная, а бодрящая. Сегодня вот будний день. Посмотрите, как мало людей на пляже. И как было в выходной. Весь берег прям пустой, пустой. Класс. Водрослей на мыло, кстати. Вон они все плавают. У нас на море, когда есть такие классные застежные волны, у нас самая лучшая игра это убегать. Иди сюда. Блин, мироха. Не падай. Вот, и мирошка тоже в теме. Правда, два раза уже упал в песок. У-у-у-у, да. Ощущие красные. Да, классно. Кстати, солнышко вышло. Я думаю, можешь купаться пойти. Или не ходить. Я решил, что все-таки надо искупаться. Жалко, камеру себе не взял, поэтому... Да, иду, иду. Поэтому с разбегу. Ну, давай, папа. Дети в шоке, да? Папа, давай! Убегайте. Такой январь, да, сног? Ты тоже ножки мочишь? Ой, папа, купаться залез. Вот это он дает, да? Тебя коснулось. Тебя коснулось? Так, я его не вижу. Где он? А где папа? Вот он. Мама уже занервничала. Где папа наш? Смотри, маленько прохладненько осталось. О, вот это было вообще сутер, да? Мирош, ты, конечно, молодец. Быстренько убегаешь. Да, здорово, сынок. Здорово бегать по песочку. Привет! Славян уже почти две минуты купается. Я вот все думаю ждать, когда он выйдет, или камеру выключать. Плавает еще там. Посмотри, какой, а. Только зубы вылечил. Мироша, убегай. Сейчас закатит. Убегай, зайка моя. Вылазь, морж. Мы решили не дожидаться заката. Дети вымахли все. Мирошка упал. Я, понятное дело, накупался. Идем домой. Тем более у нас на балконе можно будет посмотреть продолжение. По-моему, смотреть с балкона у нас становится уже традиционно. Сорите, это утро. Представляете? Мы вчера купались, а сегодня вот такой жестокий полив. Вообще ничего не видно. Вот кое-как просреживается этот отель, и все. Дальше уже ничего. Даже справа горы, которые есть, их тоже не видно. Очень серьезно все затянуло. Да. Вот такая погода, такая зима в Турции. У нас погодка стала получше. А пока, коль, наступил новый день, да, вчера мы заполнили анкету. А сегодня покажу вам, где вообще проверять. Изначально девушка, которая помогала документы подавать, она сказала, что нужно проверять вот здесь вот. То есть в поисковике пишем название этого сайта. Вот только начинаешь писать ибанжи, и вот оно выскакивается. Ибанжик, кемлик, но сургулама. Так, переходим по ссылке. Вот, собственно, видите, то же самое. Здесь нужно ввести свои данные. Это получается имя, имя отца, фамилия, имя матери, дата рождения, и выбрать пол. Пройти модерацию и нажать на проверить. Заполняем. Так, ну что нажимаем, надеюсь, у нас не отказ. Вот, что я хотел сказать. Вот на этом сайте, видите, так и написано, постоянно написано, записи не найдено. Есть еще другой сайт, на котором, собственно, мы и обнаружили, что у нас не хватает документа, ну и плюс пришла смска. Второй сайт вообще был прописан в смске. Это e-ecomet.gov.tr. Ну вот он сразу и нам выпадает. Залетаем на него. Здесь можно выбрать, кстати, разные языки. И в данном случае выберем русский. Парам-парам-пам. Опускается ся низ же, и вот хочу посмотреть результат заявки. Барабанная дробь и плачет. Нажимаем на него. Здесь также нужно номер заявки, мобильный номер телефона, адрес электронной почты не обязательно, номер иностранного удостоверения личности тоже не надо, вот просто номер паспорта. Также модерацию проходишь, нажимаешь вход. Так, ну здесь давайте попробуем. Нажимаем вход. Барабанная дробь, блин, переживается, так конечно. Пара-пара-пам. Пум. Вот оно. Ваш заявление сходит на рассмотрение. У вас имеют нестыщие документы. Вы должны предоставить. Тара-та-та до 11.02. Ну мы же так делали. Вот. Ну да, да. Что за документ неизвестно. Но как мы узнали там, это собственно анкета, которую нами дали заполнить и сказали ей goodbye. Вот. Ладно, будем дальше ждать, проверять. Сегодня еще вечером проверим, завтра проверим. Будем проверять и постоянно. Но переживания есть. Монтирую для вас новый выпуск. Темка занимается. У нее сегодня урок музыки. И слышишь, говорю, тук-тук-тук-тук-тук. Я говорю, что стучает? Темка говорит, да. Я говорю, странно, что они звонят. Пришла, значит, подруга хозяина этой квартиры и принесла нам денежки. Мы тогда заказывали газ большой баллон. Нам, собственно, его поменяли. Я платил сам. Она решила отдать. Хотя я уже на самом деле сейчас забыл. Но деньги достаются не мне, а достаются, почти все достаются моему главному банкиру, который нас постоянно выручает и дает блехомуха под проценты. Под большие проценты. Правильно я тебя даю? Это он нам тогда в горах заплатил за нас в ресторанчике и дал им 200 лир. А потребовал взамен 250. Какой бизнес у чувака в 5 лет? А уродикер больше денег, чем у меня на 50 лир. А кто тебе мешает с нами тоже делиться под проценты? Но это его идея, ты должен другую придумать. Пошли гулять. Нет, это новый. Вот Носенка тоже спрашивает, типа, это что, прокатный? Нет, это, короче, новые тачки. Вон они даже пакетиками, все, пленочками, все отделано. Мечеть. Кто-то у нас, помнится, просил, покажите какую-нибудь мечеть. Вот, пожалуйста. Они все ночью подсвечиваются, как правило, зелененьким цветом. Большая территория. Мы думали еще зайти в какой-нибудь парк погулять. Здесь в парке такие детские площадки. Но есть минус в том, что они находятся все в тенечке, а в тенечке совсем неохота. Хочется все-таки солнышком пропитаться, подсогреться. У нас у Мирохи режутся зубы где-то там издалека. Он сегодня просто нереально какой-то капризный. Вот, Мироша, тебе на память тоже запишу. Он просто кричит. Ну, в смысле, не то, что просто. Ему-то, наверное, там больно. Беспокоит, что-то, да. Беспокоит. Он... Да, сынок, как ты плачешь? Как плачешь? Вот так вот, мой маленький, бай. Вот так вот. И потом хлоп резко перестает. Вот сейчас опять посидит. О, видите? Пишком ходишь? Иди. Да, вот пацаненок. И снова мы пришли к морю. А в Салар такой интересный район. Куда бы ты ни шел, ты всегда приходишь на море. Потому что здесь особо делать-то и нечего. Ну, поэтому мы часто и ходим на море. Дети играют. Иногда купаемся, да, как вчера покупались. Сейчас, знаешь. И все. Мы уже дома во дворе. И сейчас посмотрим еще раз на сайте. Может быть, что-то уже обновилось. А пока смотрим, включу вам таймлапс заката. Смотрите. Вот такой красивый закат. Как вам? Пока готовится у нас ужин. Попробуем еще раз посмотреть, обновить сайт. Может быть, что-то получилось. Действуем то же самое. Заходим не на первый сайт, который я показывал, а именно на второй. Ну что, пробуем. Вход. Так, неправильный код. Так, дубль 2. Нет, состояние все такое же и состояние. Ну что, продолжаем ждать. Поддерживайте в комментариях. Надеюсь, надеюсь, все получится. Самое, что интересно, смотрю в интернете по данной анкете рекомендаций по правильному заполнению настолько много, что смотришь и думаешь, какой же будет правильный и какой же бред. Но даже просто смотря на эту анкету и читая вопросы, люди советуют такую дичь, если честно. Ну ладно. Как говорится, поживем увидим. Вы не забывайте ставить лайки, писать комментарии, делитесь в своей социальной сети выпуском. Но если не подписались на канал, то обязательно подписывайтесь. Ну и, конечно, всегда помните, что все нужные ссылки и важные для путешествий, они есть в описании к этому видеоролику. Подписывайтесь на нашу группу во Вконтакте, ведь там мы запустили очень крутую рубрику. Это закрытая рубрика, только для донатеров. Подписка стоит все лишь 250 рублей, но там мы выкладываем очень интересные факты про нас. Там уже есть первые донатеры и есть уже первая интереснейшая информация. Ссылочка также будет в описании. Ну а я буду с вами прощаться. Пока.